30 лет – хороший возраст, но только не для той девушки, которая еще не замужем. А сельсадвокасова встанет на защиту одиноких женщин в новой картине «Замуж в 30». Кстати, актриса в ленте не только исполняет главную роль, но и выполняет функции генерального продюсера. Фильм обещает быть массовым и смешным. Это комедия о девушке, которой 30 лет и она еще не замужем. И рассказано в очень смешной форме, как на самом деле с нашим менталитетом все это происходит. Как родственники, на работе, друзья и все-все-все вокруг начинают единственный вопрос, когда ты выйдешь замуж. Похоже, а сель даже не пришлось особо вживаться в роль, потому как и в свои 30 кольцо на безымянном пальце у нее отсутствует. Однако актриса не теряет надежды устроить личную жизнь. Я думаю, замуж выходить надо однозначно по любви. И тут такой момент, что когда ты ее встретишь, запрогнозировать невозможно. Вот мне, например, тоже 30 лет в жизни, я еще не замужем. И пока даже не планирую. Я просто очень увлекающийся человек. Я знаю, что если я создам семью, я увлекусь очень и этим делом. То работа, скорее всего, отойдет на второй план, и это правильно. Просто пока я наслаждаюсь, наверное, какой-то свободой и тем, что каждая минута моего времени принадлежит мне. По сюжету героиня Асель, не надеясь уже выйти замуж, все-таки влюбляется в статного хирурга из Стокгольма. И понимает, что ради этих отношений она готова на все, даже на обман. Мужская роль в фильме досталась сердцееду Санжару Мадиеву. Он считает, что высмеивать одиночество другого человека как минимум не тактично. Я не отношусь к тем людям, которые как-то смотрят на это как-то проблематично. Я к этим стереотипам вообще не отношусь никак. Мне кажется, ну 30 тебе или 40, твое личное отдело, хочешь ты быть замужем или нет? Но этот фильм, он больше, наверное, будет высмеивать тех, кто там, «Тебе 30, ты еще не замужем? Боже мой, все, вызывайте скорую». Авторы фильма уверяют, смешно будет всем, вне зависимости от штампа в паспорте. Премьера кинокартины «Замуж в 30» намечена на март будущего года. Евгения Гришанина специально для Ньюззон.